Как вы помните, из нашего прошлого видеоролика мы приобрели новый потерянный чемодан на аукционе. Продавец нам сказал, что его просто обнаружили в заброшенном автомобиле в лесу. Но ситуация оказалась куда страшнее, как только мы открыли самый первый карман. Так оно и есть, друзья. С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. И ситуация из веселой и прекрасной превратилась вот в эту мрачную историю. Как только мы открыли первые карманы, которые обычно у нас пустыми, мы увидели здесь фотографии. Сейчас я вам их детально покажу, и наверняка у вас отпадут все вопросы, почему этот видеоролик называется именно так. Сталкинг – одно из популярных молодежных движений в наши дни. Но иной раз, когда мы говорим о нем, и насколько круто сталковать разные заброшенные вещи, мы забываем, насколько это может быть опасно. Рассматривая эти страшные и непонятные фотографии, у нас возникает масса вопросов, после которых очень хочется вскрыть этот чемодан. Вы помните наш предыдущий видеоролик, где сказали, что никто никогда не вскрывал этот странный чемодан. Нам сейчас с вами предстоит раскрыть эту историю. В прошлый раз вы набрали необходимое количество лайков, поэтому в конце этого видеоролика мы покажем вам содержимое этого iPhone 4s, который принадлежал миллионеру. Но сперва нам предстоит раскрыть тайны этого чемодана. Этот чемодан, как и все остальные, мы взяли на аукционе, но этот явно особенный. Если вы не знаете, что такое аукционы и как они проходят в России, то вы можете узнать, как мы покупаем потерянные чемоданы из этого видеоролика. А я решил надеть перчатки, потому что кто знает, что там внутри и для чего он вообще использовался. Да и видно то, что он не первого чистоты, то есть где-то какое-то время этот чемодан лежал. Мы начинаем, как обычно, с верхних чемодан... Обычно, обычно в этих верхних отделениях нет ничего. Но в этот раз у нас здесь и фотографии, и какой-то небольшой мусор, и какая-то бумажка. Сейчас мы еще рассмотрим более детально бумажку. То есть я не знаю, что это, ключ какой-то. Возможно, эти вещи, эти вещи, какие-то фотографии были взяты в том месте, куда ходил наш сталкер. Очень много различных цифр. Они все обозначены тремя слэшами. Я не знаю, может это какой-то адрес или... Это очень похоже на координаты, друзья. Кто сможет расшифровать все эти координаты с помощью Google карты или чего угодно, напишет в комментариях, тот получит наше сердечко. То есть пишите, где находятся эти координаты. Давайте раскроем. Друзья, вот первая мысль, которая мне пришла в голову, я не хотел, чтобы она была правдой. Но, судя по всему, далеко мы отсюда не уйдем. Это карта зоны отчуждения. Она на украинском, и можно здесь просмотреть Чернобыль и зону распространения радиации по ней. Господи, это так страшно. Реально очень страшно, друзья. На этом чемодане очень много различных замков, но они не открывают друг дружку. То есть они какие-то независимые друг от друга. В нескольких отсеках нету совсем ничего, а основной отсек, к сожалению, закрыт и заблокирован. Вот он, он закрыт на замке. И, к сожалению, стандартные пароли типа 111, 0000 сюда не подходят. Как бы мы ни старались, открыть его не получается. Но на самом деле, тем же больше интриги для нас с вами. Потому что таким образом мы уверены в том, что этот чемодан до нас никем не вскрывался. Отлично, друзья. Я одновременно напуган и заинтригован просто немерено. Поставьте лайк прямо сейчас, потому что такого чемодана вы точно еще не видели. Да и я, собственно, тоже. Чемодан, судя по предварительным данным, по фотографиям и картам, из Чернобыля. И он радиоактивен? Не знаю, слушай. Это, это просто меня сводит с ума, друзья. Боже, что это? С вашего ракурса наверняка видно в первую очередь форму. Но с моего здесь кое-что поинтереснее, друзья. Противогаз. Настоящий противогаз с фильтром, друзья. Капец, у меня реально мурашки по коже. Это чемодан из Чернобыля. Это чемодан, который принадлежал сталкеру. Ну вот вопрос. Помните, продавец нам сказал, что тот, кто его им продал, сказал, что он был найден в машине. Будто бы человек, который владел этими вещами, от чего-то бежал. Господи, давайте распаковывать дальше. Здесь очень много крутых вещей, ребята. Я бы на твоем месте с ними так не баловался. Почему? Ну, они радиоактивные стопудово. Ты сразу-то не мог сказать? А так непонятно. Ну, я же в перчатках, ребята. Как думаете, поможет мне это или нет? Пишите, вдруг у меня выпадут зубы, волосы. Как вы думаете, что со мной произойдет после вскрытия этого чемодана? А мы переходим к форме. Чем интересна военная форма? То, что по ней можно понять, где служил солдат, если она по-настоящему солдатская. И по содержимому внутри карманов могут быть документы. Так. Но здесь я не вижу ничего совсем, кроме ручки. Пишущие ручки. А здесь у нас... О! Это, кто не знает, у всех военных есть такая штуковина. Она нужна им для того, чтобы подшивать форму. Расскажите еще, может быть, про какие-нибудь военные лайфхаки, которые вы знаете. Вообще, вот здесь должна быть лычка, обозначающая род войск. Но здесь и здесь... Блин, слушай. А, так здесь сорваны шевроны. И получается, будто бы кто-то специально хотел сделать так, чтобы никто не узнал, откуда этот солдат. Фу, что это? Допустим, личность нашего владельца мы пока опознать не можем. Но в детективных расследованиях есть такое понятие, как психологический портрет. И его можно составить по личным вещам этого человека, которым мы ведем расследование. Кстати говоря, у нас уже было подобное расследование, где наше расследование было связано с Чернобылем. Обязательно посмотрите, там тоже мистики навалом. Больше всего здесь бросается в это зеленая штуковина. Но я догадываюсь, что это, и Игорь меня сильно напугал. Поэтому я не буду это доставать прямо сейчас. Это стану очень быстро и выброшу сразу же только для ролика. Пока я покажу вам кое-что другое. То, что тоже логично, что здесь есть. И это только больше нам говорит о том, что это все принадлежало какому-то сталкеру. И здесь какая-то еще фотография, по-моему. Так, вот. Это все понятно. Это сейчас я вам попозже покажу. Здесь очень много таблеток. В большинстве своем это активированный уголь и ацестилиловая кислота. И также есть таблетки, которые не подписаны. Возможно, это какие-то военные таблетки, которые служат для того, чтобы поглощать радиацию. Естественно, здесь есть бинты, ваты и марлевые повязки. На вид даже не использованы еще. Еще также здесь есть шприцы и капельницы. И еще тройной одеколон. Это, видимо, вместо спирта. По логике вещей, здесь не хватает сизраствора, чтобы растворять таблетки. И перемешивать их в шприцах. И вкалывать себе, чтобы перебороть радиацию. Здесь еще можно увидеть. Очень странный чемодан, кстати говоря. Ребята, смотрите. Чемодан реально видно, что бывалый. Покажи, Игорь. Фу, блин. Он, ну, как бы, хорошенько изношенный. Не те же чемоданы, которые у нас были раньше. Ого. Вот это да, ребята. Это GoPro Hero 3+. Офигеть. Друзья. Господи. И здесь есть флешка. Офигеть. Мы должны просмотреть, что на ней находится. Но ближе к концу ролика, конечно же. GoPro эту я обнаружил совершенно случайно. Тянулся я изначально вот за этим. Судя по акцизным знакам и по украинским номинованиям, состава, который плохо, но сохранился. Это водка. И пахнет она как водка. Соответственно, тоже это идет в нашу кучу медикаментов, чтобы бороться с радиацией. В горе медикаментов мы также нашли вот эту маленькую фотографию. Выглядит она фотография с полароида. То есть моментально напечатана фотография. И здесь можно увидеть какой-то артефакт. Ребята, это очень странно. Возможно, наш Талкер забрался на крышу какого-то здания и сделал этот кадр. Но и на ней видно какой-то странный артефакт. Из военной формы мы забыли еще вот кепочку. И, наверное, после кепочки остается только достать вот это вот. Это набор, комплект радиобиологической химзащиты, ребята. То есть вот таким вот образом он выглядит и он надевается солдатами или, не знаю, сталкерами. На тот случай, если происходит выброс радиации, чтобы защитить свою кожу от повреждений биологических орудий. Ну, поскольку медикаменты у нас есть, я все равно решил эту защиту на себя примерить. Я, потому что никогда в своей жизни сталкер не занимался, мне тяжело дышать. Ну, я, мне кажется, понял, почему у нас теперь вещи этого сталкера. Потому что если он ходил в такой одежде по зоне отчуждения, долго он не прогулял. И даже эти медикаменты ему, наверное, не помогли. Пишите ваше мнение, что случилось с владельцем этой военной формы и этого костюма радиобиохимзащитного. Мы обшарили весь чемодан, там было много поданных карманов, да и много-много слоев ткани с него отошло. В принципе, можно показать, что чемодан у нас изрядно поносился. И видно, что, ну, как бы история какую-то он пережил этот чемодан. И здесь, ну, блин, ну, все вообще не максимально комфортно, как хотелось бы. И говоря про нашего владельца, если убрать в сторону радиохимзащиту, то вот такой психологический параллит у нас получается. У меня почему-то создается впечатление, что человек делал что-то намеренно. У него была какая-то идея, была какая-то задача. И поэтому он таким образом собрался в этот так называемый поход. Он не просто какой-то сталкер, который ходил посмотреть на Чернобыль. Он что-то искал. А что именно, я надеюсь, мы сможем узнать благодаря материалам с этой GoPro. Это GoPro Hero 3. Она, по-моему, выходила в 2013 году. То есть понятно, почему у нас рюкзак такой поношный. Прошло 4-5 лет с момента того, как эта GoPro попала в него. Господи, это так страшно, что мы обнаружим сейчас на этой камере. Я пошел к самому ноутбуку, а пока, как и обещал, Сейчас вы узнаете, что находится на айфоне 4s, который принадлежал миллионеру. Ха, Олег, прикинь, этот осел из Кори, опять купил 3 паленых мака. Алло, алло, Казбек, слышь ты? Мне срочно 6 айфонов пятых надо. Когда соберешь? Короче, Олег, оборот за этот месяц полляма, ты прикинь? Мы продали это яблочно-паленой технике на полмиллиона. Ха-ха-ха-ха. Друзья, на этой камере очень много материалов. Я не смогу показать их всех вам в этом видеоролике, Но покажу тот, который меня шокировал в первую очередь. Поверьте мне, дальше еще больше страшных видеороликов. Но от этого вы офигеете. Стойте. Пока это все. Если мы соберем под этим видеороликом 20 тысяч лайков, Я покажу вам весь фильм, который на этой камере целиком. А пока давайте разберемся с этими координатами. Возможно, это все как-то связано. Поставьте ролик на паузу и поищите их. Что они значат? Какие-то конкретные места? Или какие-то конкретные события? Попробуем вместе уловить связь, Что же связывают эти видеофрагменты, Эти страшные видеофрагменты и эти координаты. Ну а пока мы оставим этот вопрос закрытым. До следующего ролика про чемоданы, конечно же, друзья. Потому что с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вье. Обязательно подписывайтесь на наш канал И кидайте видео своим друзьям, Чтобы набрать все необходимые лайки как можно скорее. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал И мою страничку ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. И туда круто подписываться, Потому что там фотографии со съемок, Там всякие приколы, анонсы. Ну и просто, чтобы нас поддержать. Пока, пока, пока.